Здравствуйте, в эфире передача на женской половине. Всем известно, что кулинария играет большую роль в жизни человека. Большинство из нас любят все-таки вкусно и сытно покушать. И застолье, не всегда только праздничное, является не только показателем достатка и гостеприимства хозяев, но и хорошей оценкой самой женщине. Ведь вкусная и полезная еда – это залог хорошего настроения и здоровья всей семьи. Несмотря на то, что сегодня появилось огромное количество мест на любой вкус и карман, где можно хорошо перекусить, все-таки вкусно покушать тянет именно домой. И вы обращали внимание, с какой гордостью мужчины говорят о любимой женщине, жене, маме, бабушке, сестре, если они хорошо готовят. Самыми популярными в рейтинге кулинарных предпочтений оказались десерты, салаты и мясные блюда. Вот и мы выполнили обещание, данное месяц назад вам, дорогие зрители, и приехали к Валентине Гинда, чтобы приготовить ужин, состоящий из трех блюд, а заодно и поговорить о том, лежит ли путь к сердцу мужчины через его желудок. Как вы считаете, современная женщина должна уметь хорошо готовить? Обязательно, я думаю, обязательно. Правда, в моей семье готовлю я хорошо, но это не исключает того, что и женщина должна уметь готовить. Да, это всегда актуально. Ну да, конечно, ведь если женщина умеет хорошо готовить, то и мужу приятно, и в семье хорошо будет. Обязательно, любая женщина. А почему, как вы думаете? Ну, для себя, для детей, для мужа, для близких. Обязательно должна уметь готовить, и очень вкусно. Ну, казалось бы, сейчас так много всяких разных мест, где можно перекусить, зачем же ей тогда уметь готовить? Ну, например, супруга моя очень вкусно готовит. Если бы она невкусно готовила, я бы вряд ли на ней женился бы. Да. А почему? Ну, потому что я люблю готовить, и считаю, что любая женщина, она всегда может что-нибудь придумать такое вкусненькое из ничего. Поэтому я думаю, что обязательно. Не обязательно. А почему? Потому что готовить – это удовольствие для всех, не только для женщины. Если ты не приносишь удовольствие, ну, тогда это может делать мужчина. Ну, наверное, слово «должна» может быть не так уместно, но это, конечно, хорошо, это радует семью, близких, когда женщина хорошо готовит, угощает свою семью, родных, близких и друзей. Да, это одно из обязательных свойств настоящей женщины. Ну, хорошо, а вот если она не умеет готовить, то что? То она скоро научится готовить, как только выйдет замуж. А вот сегодня так много всяких мест, где можно перекусить, может быть, ей не стоит учиться? Нет. Женщина должна уметь заботиться о доме. Для того, чтобы уметь заботиться о доме, ей необходимо уметь готовить. В принципе, я считаю, что надо именно так. А место для того, чтобы покушать, они существуют для отдыха, для развлечений, для встреч с друзьями, для того, чтобы отметить какой-либо праздник. Ну, это мое мнение. А вот есть такая поговорка, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Вы согласны? Отчасти. Не у всех мужчин такой желудок. Ну, а вообще, как бы расшифровали бы вот эту пословицу? Действительно ли мужчина становится более добрым, сговорчивым, когда сыт? Несомненно. Любой мужчина, тем более сытый, он всегда более добрый, более общительный. Ну, когда человек чувствует, что о нем заботится, я думаю, любой человек будет более добрым и общительным. Подтверждаю, да. Ну, а расшифруйте, почему? Ну, голодный и злой. Я думаю, что добрее становится и вообще, и контакт, и ближе, и... И это всем хорошо, и жене, или мужчине, и женщине. Если жена хорошо готовит, то будет мотивация, как бы, домой приходить. В принципе. Да, это обязательно, в первую очередь. А на опыте? Пока не накормишь, разговаривать бесполезно. Ну, прям вообще не о чем. Ну, пока с работы пришел, голодный и злой, покормила, все замечательно, успокоила. И все, и настроение меняется. Я не думал. Если объешься, переешь, то тут не до чего, наверное. Вот мне так кажется. А через что лежит путь к сердцу мужчины? Да, через глаза, мне кажется. Нет? Не знаю, это вам решать. Ну, мне кажется, через глаза. Согласна. Потому что мой муж, знаете, что говорит? Мы тут были на дне рождения в ресторане, и он сказал, как невкусно здесь все. А я говорю, почему? Я говорю, а где вкусно? Дома. Поехали домой покушаем. Не совсем. Много других мест, в котором лежит путь к душе. Через которые лежит путь к душе. Отчасти да. Да, во всяком случае, мне кажется, ни один мужчина не будет против. И, в общем-то, наверное, всегда рад, когда женщина с любовью приготовит что-то, накормит. А вот говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Вы согласны? Полностью. Ну, а что с вами происходит, когда вы вкусно поели? Я? Я всегда говорю своей жене, дай Бог тебе здоровья, дорогая моя. Валя, здравствуйте. Спасибо большое за гостеприимство. Мы сдержали свое обещание и приехали к вам. Но прежде чем мы начнем готовить и окунемся в кулинарную вот эту вот эпопею... Да, да. Я хочу с вами немножко поговорить. Ваша любовь к приготовлению пищи передалась по наследству или все-таки это приобретенное качество? Когда вы приготовили свое первое блюдо? Я думаю, что лет в семь-восемь бабушка меня уже оставила за плиту и вместе мы готовили. А что готовили? Ну, сначала с самого простого, как все, яичницы, омлеты, а потом уже супчики и все серьезно. А первый блин был комом? Помните? Нет, я не помню, я бы, наверное, расстроилась очень сильно. Нет, наверное, такого не было. Так все-таки это приобретенное качество или у вас в семье принято готовить хорошо? Принято готовить хорошо, вкусно, не все любят. Вот бабушка, например, она не любит, но готовит исключительно вкусно, а я делаю это с удовольствием. Валентина, современная женщина ввиду своей занятости или не любит, или не успевает, или не умеет готовить. Насколько важно все-таки современной женщине уметь готовить? Ну, я считаю, что это важно, потому что, а, это удовольствие, потому что, когда ты приготовил, ты потом получаешь, соответственно, какую-то эмоциональную обратную связь, да, тех людей, кого ты кормишь. Во-вторых, это определенная положительная энергия, да, которую ты можешь любовь передавать через еду, опять же, собственно говоря, там, она будет поступать, человеку будет хорошо. Ну, и вообще это здорово, ну, фантазировать, да, то есть, там, фантазию развивать, да, ну, мало ли, там, не получилось, в следующий раз как-то попробовала новые какие-то изыскания, собственно говоря, пришел к новым открытиям. А вот некоторые психологи считают, что умение женщины готовить может сохранить семью. Вы представляете, выяснилось, что 40% разводов как раз происходит по причине того, что женщина не умеет или не хочет готовить. Как это не прискорбно? Как вы думаете, умение женщины готовить действительно может сохранить семью? Ну, вообще, наличие вкусной, приготовленной, любимой женщины пищи в доме, это важный фактор, потому что мужчина приходит домой после своих дневных сражений, и первое, что ему необходимо, это, соответственно, из любимых рук, соответственно, отведать какие-то вкуснейшие блюда, после чего он может отдыхать, расслабляться, ну, и, собственно говоря, получить удовольствие. Ну, хорошо, вот сейчас появилось очень много самых разных заведений. На любой вкус, на любой карман, пожалуйста, зайдите туда, там перекусите. Можно вечером где-то поужинать, в конце концов. Почему все-таки тянет вкусно покушать домой? Как вы считаете? Ну, вот эта точка зрения именно женщины, мне интересно. Мы мужчинам потом спросим. Я просто думаю о том, что любимые руки приготовят всегда вкуснее, чем сделает этот повар на кухне в ресторане. Как бы там это изысканно не было. Естественно, конечно, время от времени все ходят в рестораны и получают там какое-то безумное удовольствие. Но каждый раз это перестанет, наверное, быть таким увлекательным по ходу в ресторан. Как вы думаете, насколько важно настроение в тот момент, когда женщина готовит еду? Если, например, женщина в каком-то угнетенном, подавленном, а еще если в каком-то там озлобленном состоянии, соответственно, вся пища приобретет эти вибрации. И потом кто будет кушать, тоже будет расстраиваться, злиться и, в общем, всячески плохо себя чувствовать. То есть все-таки то, что готовит женщина, это каким-то образом влияет на всю ее семью, что ли, получается? Любое приготовление пищи требует того, чтобы делать это как минимум с любовью. А когда вы поняли, что вы любите готовить, что вам нравится этот процесс? Ну, когда, соответственно, пришла необходимость жить уже самостоятельно, когда бабушка уже жила отдельно, и там вот как раз и возникла вот эта любовь к приготовлению пищи. Ну, и, конечно, как мы и обещали в начале передачи, затронем тему, лежит ли путь к сердцу мужчины через его желудок. Вот, кстати, я спросила некоторых мужчин, каждый третий почему-то не согласен. А вот женщины практически все согласились с этой фразой, что да, действительно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Правда, кто-то сказал через тарелку, но мне кажется, это не важно. Наверное, через то, что в тарелке. Для того, чтобы мужчину уговорить или чем-то удивить, его надо вкусно накормить. А вот как считаете вы? Ну, вот тот процент, который сказал, что это все не важно, наверное, все эти мужчины в этот момент были, ну, просто сытые. Потому что голодный мужчина, с ним, в общем, собственно говоря, вообще рядом сложно находиться. Поэтому сначала нужно накормить, а потом уже все решать вопросы. Так что я ко второй половине склоняюсь. А можно вообще это высказывание считать догмой, что да, действительно, для женщин, именно правилом, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок? Да нет, естественно, что путь к сердцу мужчины лежит через множество разнообразных течений, а еда вкусная – это, ну, лишь часть того, что может дополнить, собственно говоря, весь букет впечатлений о женщине. Вот. А про пироги с капустой, например, говорят, что это приворотное зелье. Да что вы! Да-да-да. Если девочка умеет готовить пироги с капустой, они у нее получаются виртуозно. Ну, есть такое поверье. Понятно. А я вот знаю, что если десерт снится женщине, незамужней или молодой девушке, то она в скором времени встретит свою любовь или выйдет замуж. Здорово. Вот, оказывается так. Ну что, я думаю, что пришло время нам приступить к кулинарному процессу. Я сейчас подойду к вам, и мы приступим. Да? Да. С чего мы сначала начнем, скажите? Мы сначала сделаем вкусный торт, потом его отправим в холодильник, чтобы он пропитывался, и займемся уже основными блюдами. Итак, первый у нас десерт. Что на десерт? На десерт у нас торт «Наполеон». Значит, мы заблаговременно выпекли коржи слояного теста, приготовили ягодный соус и приготовили заварный крем. Я вообще думала, что коржи выглядят как-то более плоскими. Вот что значит человек, который не готовит. Что сейчас мы будем делать? Что будете делать вы, и что буду делать я, потому что я тоже хочу участвовать в этом процессе. Прекрасно. Тогда я буду разделять коржи, а вы, соответственно, будете их смазывать поочередно то соусом, то заварным кремом. Ну что, приступаем, да? Да. Поехали. Кстати, по поводу десерта. Валентина, а вы знаете, откуда появилось слово десерт? И вообще, где впервые появился десерт? Я думаю, что это мудрые французы придумали такое слово. Десерт. Это фрукты или сладкое блюдо в конце обеда или ужина. В переводе с древнефранцузского обозначает «убирать со стола». Обычай заканчивать трапезу десертом появился в Европе только в XIX веке, вместе с ростом производства сахара. Сладкие фрукты, мед и орехи в сахаре были первыми общедоступными десертами. Почти у каждого десерта есть своя история. Например, халва появилась в V веке до н.э. в Персии. Сегодня это территория современного Ирана. Ее делали из сахара, орехов и мыльного корня. Такая халва была сладкой, воздушной и очень калорийной. А потому ее любили брать с собой путешественники. Для них это был необходимый продукт. Он долго не портился в любую погоду и утолял голод. На Востоке к халве особое отношение. Ей придают магические свойства. Процесс изготовления этого древнего лакомства продолжительный и скрупулезный. А люди, которые ее готовят, называются кандалачи. А мне очень нравится, кстати, вот так промазывать коржи. Честно говоря, я первый раз в жизни делаю Наполеон. Я люблю его только есть. А вот делаю первый раз в жизни. Вы вот это вот сейчас мнете последний корж, это будет присыпка, да, я так понимаю? Да, все правильно, этим мы будем украшать сверху. Итак, благодаря нашим совместным стараниям у нас получился вот такой замечательный Наполеон. Сейчас мы его отправляем в холодильник, где он пропитается соусом клубничным, соусом заварным кремом. А мы приступаем ко второму основному блюду, к шашлыку. Наполеон. История происхождения этого торта имеет несколько вариантов. Вот один из них. Считается, что это лакомство придумал сам Бонапарт, когда Жозефина неожиданно застала его наедине с молодой фрейлиной. В собственное оправдание находчивый император ответил, что ему просто нужно было поделиться рецептом придуманного им торта. И сходу сочинил рецепт кондитерского изделия, который затем стал достоянием Франции. Лакомство стали именовать Наполеон. Оно имело ошеломляющий успех у гурманов и бонапартистов. Кстати, настоящий Наполеон сначала состоял из коржей, заварного крема со взбитыми сливками и клубничного варенья. Для того, чтобы приготовить Наполеон, вам понадобится замороженное слоеное тесто, замороженная или свежая клубника, сахар по вкусу и пол чайной ложки крахмала. Для заварного крема пол-литра сливок или молока, два яйца, растертые с сахаром, и пол столовой ложки муки. Я так понимаю, что мы приступаем к приготовлению основного блюда – шашлыка. Да, и параллельно, соответственно, мы будем готовить салат. Да, но прежде чем мы начнём всё это готовить и разделим свои обязанности, я так понимаю, давайте всё-таки расскажем, что, из чего, почему, зачем, какие ингредиенты. Шашлык у нас из куриного филе и шампиньончиков. Всё мы это замариновали в майонезе, добавили карри, добавили соль, перец. Ну и, собственно говоря, оставили на несколько часов для того, чтобы могло промариноваться. Хорошо. И из чего мы делаем салат? Этот удивительный салат мы делаем из руклы, свёкла, брынза, кедровый орешек и оливковое масло. Кстати, Валя, а вы знаете, откуда появилось такое блюдо, как шашлык? Ну, я полагаю, что это самое было первое блюдо, которое готовили первобытные люди, а далее уже облагородили, ну, наверное, какие-нибудь кавказские страны. Шашлык. Бесспорно, самое первое блюдо, которое человек научился готовить, это мясо. Наши предки ещё в древние времена научились готовить пищу на огне и углях. Но всё-таки принято считать, что родина этого блюда – Восток, Иран, Ирак, Ливан, а также Кавказ. В слово «шашлык» искажённое крымско-татарское слово «шиш», что означает «вертел». Шиш-шлык – это что-то, что на вертеле. В России до XVIII века шашлык называли верчёным мясом. Для шашлыка возьмите куриное филе, шампиньоны, специи, соль, перец, карри, майонез или сметану. Итак, вот такой у нас получился шашлык. И мы его сейчас отправим на сковородку. Итак, у нас жарится шашлык, буквально через несколько минут он будет готов. Мы приступаем к салату. Я буду созерцать, буду наблюдать. Да, в этот раз я буду. Да, и, наверное, немного расскажу нашим телезрителям. Вы начинаете, готовьте. Расскажу о салате. Вообще салат, оказывается, называют дирижёром застолья. История происхождения салата очень длинная. Считается, что он был впервые сделан поваром в Древнем Риме. С тех пор прошло много времени. Рецепт пересёк опенины и попал во Францию. Тогда в салат входили исключительно овощи. И только в конце XIX века салатами стали называть блюда, куда добавляли мясо, рыбу, яйца, орехи и фрукты. Сегодня салатов огромное множество. Все они делятся на овощные, весные, листовые, фруктовые и смешанные. Для лёгкого салата вам понадобится салат рукола, отварная свёкла, брынза или козий сыр, оливковое масло, одна столовая ложка, кедровые орешки, 50 граммов. Наш салат готов. Теперь мы приступаем к сервировке стола. У нас готов десерт, да? У нас готов... Готово основное блюдо. Основное блюдо, готов шашлык и салат. Ну что, будем ужинать? Да. Ужин. Мы привыкли, что это вечерний приём пищи, но образовано это слово для обозначения еды полуденной. Древнерусское «уг» означало «юг». Солнце стоит на юге в полдень, а трапеза, приуроченная к этому времени, стала называться «южная». Со временем это слово трансформировалось в слово «ужин» и стало обозначать «вечерний стол». Валя, большое вам спасибо за гостеприимство, спасибо большое за вкусный ужин, вкусную передачу и вкусную встречу. Приятного аппетита! Оказывается, в 40% случаев к разводу приводит несогласие супругов в вопросах питания. Это могут быть бесконечные диеты, взгляды на процесс принятия пищи, вкусы, предпочтения и нежелания или неумения прекрасной половины человечества готовить. Но так уж устроены мужчины, что большинство из них любят вкусно и сытно поесть. И известно огромное количество случаев, когда прекрасная незнакомка очаровала взглядом, удивила фигурой и манерой общаться, а через какое-то время буквально замучила свою вторую половину бесконечными омлетами, яичницами, макаронами, сосисками и кашами. Так что путь и к сердцу мужчины, и от него лежит через желудок. Это не догма, но все-таки доля правды в этом высказывании есть. Я вам желаю счастья, здоровья и новых открытий в мире кулинарии. Это была передача на женской половине. Я, Ирина Бреусова, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok